Образовательным учреждениям Республики передали новые автобусы. Эти автомобили заменят те, что отслужили свой ресурс. По распоряжению правительства России предусмотрена поставка более полутора тысяч школьных автобусов в субъекты страны, в числе которых Якутия. В ближайшее время 38 транспортных средств будут направлены в районы Республики. Продолжит Сарглана Федорова. Спустя много лет возобновили реализацию приоритетного проекта «Школьный автобус». Школьный автопарк Республики пополнили 14 пазиков на 22-24 места и 24 «Газели» на 10-12 мест. Поставку производят крупнейшие российские автопроизводители автомобильный завод «ГАЗ» и Павловский автобусный завод. Все автомобили оборудованы детскими сидениями и специальными корзинами для портфелей. А также эти автомобили имеют гарантию, то есть после передачи автомобилей мы также обслуживаем эти автомобили. Всем школьным учреждениям, которые получили автомобили зелёного света и хорошие дороги. Современный транспорт специально предназначен для организованной перевозки детей. Предусмотрена навигационная система «Глонос», тахографы, устройства ограничения скорости и система громкой связи с водителем. Для маленьких пассажиров выдвигается специальная ступенька. Автобус оснащён всем необходимым оборудованием. Есть огнетушитель, аптечка. На всех детских сидениях есть ремни безопасности. Сегодня второй этап реализации проекта «Школьный автобус» — это инициатива Министерства образования Республики Саха-Якутия, поддержанная федеральным центром и вошедшая в программные мероприятия «Партия Единая Россия». Второй этап почему? Потому что уже три года назад мы получали по линии этой программы «Школьный автобус». И вот сейчас вновь наш хэштег «Партия Единой России» — это «Школьные автобусы». На настоящий момент «Школьные автобусы» прежде всего обеспечивают как доступность образования наших детей, так и безопасность их в перевозке. Автобусы ПАС получили 12 школ районов, Якутская и Кадетская школа-интернат, также и Республиканская коррекционная школа-интернат для обучающих со стяжёлыми нарушениями речи и коррекционная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечений родителей. Это позволит обеспечить мобильность детям с ограниченными возможностями здоровья и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. «Будет высокая степень именно обеспечения безопасности перевозки детей. В наших условиях эти автобусы будут нужны для доставки детей, перевозки детей на различные олимпиады, соревнования». Проект организован за счёт средств федерального бюджета и рассчитан на несколько лет. В прошлом году автобусы получили 46 школ. Автобусы передадут общепрозывательным организациям сразу после подписания и регистрации государственного контракта.